Руководители Видновской районной клинической больницы рассказали о готовности взрослой поликлиники к открытию после капитального ремонта депутату Московской областной думы Владимиру Жуку и заместителю главы администрации Ленинского округа Ольги Доманевской. Поликлиника, хоть она и здание 74-го, а если вы сейчас туда вот пройдем и увидите, она реально изменилась. Сейчас в здании проводятся последние отделочные работы. Завозят мебель и техническое оборудование. После ремонта учреждение будет соответствовать областному стандарту «Бережливая поликлиника». У них отделение нужной медицинской помощи, где есть педагогин-инфекционисты, приемы больных с инфекционной патологией и отдельный вход сюда вот в поликлинику. Значит, с отдельным входом, чтобы не было пересечения потока пациентов именно температуры, щеки больных. На этажах появятся туалеты для маломобильных категорий граждан. Внутреннее пространство в поликлинике также будет оборудовано приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. Гостям показали кабинет дневного стационара, где пациенты смогут получить помощь в течение рабочего дня. Капельницы, лечения, процедуры в этом стационаре. Оно удобно тем, что здесь рядом и отделение реабилитации, то есть кабинет физиотерапии, УПК, все находится в отдельном отсутствии. Поликлиника сохранила свой кадровый состав, а после открытия к нему присоединятся молодые врачи различных направлений. Мы будем открывать здесь новые кабинеты гириатра. Это новое направление оказания лиценской помощи лицам старше 60 лет. У нас уже обучены специалисты, мы будем сейчас подавать на лицензию и начать этот кабинет открывать. Кроме того, учреждение перейдет на работу с электронной регистратурой, что позволит сократить очереди. Появится возможность пройти комплексную диспансеризацию в течение двух часов. В здании будет нанесена удобная для посетителей разметка и навигация. Даже сравнивать с тем зданием, которое было, ну это невозможно. Сейчас современное, светлое, красивое здание, очень удобное, функциональное, с понятной логистикой, с понятным ожиданием. То есть очень приятно, я считаю, людям здесь будет находиться и получать услуги медицины. Отдельно стоит сказать о ситуации с лифтами. После открытия будет запущен пассажирский, а грузовой лифт заменят до конца года. При этом медицинские услуги инвалидам-колясочникам продолжат оказываться в помещении детской поликлиники. В данном категории граждан маломобильных временно мы медицинскую помощь будем оказывать на базе детской поликлиники в отдельном отсеке. Как раз ближе туда, где рентгенотделение, КТ-отделение, тем более и МРТ у нас расположено в детском отделении, будет выведен отдельный день с выходом туда специалистов. Открытие поликлиники состоится в первых числах сентября. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Екатерина Давлятова. Субтитры создавал DimaTorzok